Итак, продолжаем обзор. Сейчас я придумал новый вид обзоров. Прямо сейчас. До этого тоже у меня были идеи. Короче, тот же доброзор, но как бы не будет никто говорить, будут писать текстом. Тут как бы онлайф, и тут мне появляется сразу сообщение. И главное, любой может зайти сюда, да, и написать мне сообщение. Вот. И я на него отвечу вопрос по игре в реальном времени интерактивный обзор. И как бы я их и делаю в реальном времени, и выкладываю. И вот так вот. Собственно, поехали. Так, вот. Вот это обучение, сука, какой круто. Вообще пар, смотрите, тут. Так, нет, все-таки мы отсюда пришли, да. Освещение, охрененный графон. Это пиздец. Бомж какой-то больной я видел, обосрал. Это вообще, ты же таким идиотом быть. Вот. Стелс охрененный. Это обучение. Тут не важно, как ты убьешь. Игра сделана так, чтобы не было интересно, не было мотивации, да, убивать врагов. Во-первых, за убийство дают меньше, чем за просто уклонение от них. Не вязание в битву. Ну, а также, если просто их живых останешься, просто вырубишь, то уже больше очков. А самое главное, что, как бы, с них особо... Ой, блядь. Да с них, с них... Блядь, я забыл, какой кнопка. А, вспомнил. Вот. Самое главное, что... Одни из них вещей практически полезных не выпадает, да, когда убиваешь. Там три патрона выпадет. Они даже не компенсируют те патроны, которые ты на них потратишь, чтобы убить. То есть, никакого мотивации, кроме как удовольствия, да, в убийстве врагов тут нет. И это подталкивает еще больше использовать стелс. А главное, если ты их убиваешь, они начинают убивать тебя. А если они начинают стрелять, это намного хуже. Смотрите, как даже реальные сканы, смотрите, протезы взяли из медклиники, совместили в фотошопе. Как все вообще круто, а. Ну что, есть какие вопросы, а? О. Как игра по геймплею? Ну, я сделал уже этот обзор, и она охрененная. Лучше ничего вообще не было когда-либо придумано. Они все взяли лучше из Splinter Cell и Metal Gear и сделали еще в миллиард раз круче это. Круче вообще просто невозможно сделать. Круче там Крайзиса, стелс. Круче всего и приметам. Игра не такая легкая. Стелс не такой пафосный и легкий, как и в Крайзисе. Тут очень все сложно. И хитро, и мудро. Вот, как дро очень качественный. Хотя тут особо качества не нужно. Но бывает, да, трупы, они падают из жопы на поперек. Тут они падают правильно. Так, Аншабдоль. Так. Это трупы. Это специально сделали, да? Чтоб так не издеваться над ними. Это только вот в шоу-шоке, я говорю, можно башку им отстрелить. Так. Ну, давайте. Да, давайте побыстрее. Да, физика есть. Она нормально сделана. Она не глючная совершенно, но она не везде. Ее, конечно, немного. Мелкие объекты, они там не падают. Хотя и колбы, да, все эти. Ну, просто какой физики мне не хватило, да? Физикса никакого. Нам в три раза больше производительности надо было. Там, две видеокарты минимум ставить, чтобы все это работало. А так она вся, которая есть, там, ящички, там, все такое. Оно нормально так сделано все. Оно не напрягает. Там, объекты имеют правильный вес свой. Ой, так. А, как, по-моему, кстати, вырубить-то. А, ну, апгрейды. Очень интересно. Апгрейды покупаются просто всякие. Или находятся, да, и прикручиваются. Есть подозрение, что даже если ты выбросил оружие, а потом подобрал другое, оно опять будет проапгрейдено. Потому что тут нельзя две пушки одновременно нести одного типа. Это для упрощения сделано, чтобы интерфейс не замерить. Я ей выстрелил, а там газ пошел. То есть, это обстановку нужно использовать. Блядь, да мухи заебали тут летать, а. Блядь, видишь, сука, у меня муха, блядь. Она длиннющая просто. Я ее вообще 60 часов играл. И я думал, пройду вообще часов за 20, да. А я у 60-100 часов. Но я каждый квест выполнял вообще, который там есть. Вообще. Так, что-то в онлайве. Она тоже долго грузит. Так. Догрузить. Блин. Когда они там поставят уже SDD, фитчестеры, чтобы в рейда. Вот круто, если они там в онлайве сделают все вообще. Как бы один сервер вообще супербыстрый в памяти, куда захреначат эти игры, да. И все будут брать оттуда по проводам эту информацию, так сказать, с одного места. И вообще загрузок не будет в онлайве, когда они модифицируют. Ну, эти тут. Но на Xbox'е то же самое. На Xbox'е очень долгие нагрузки. И на компьютер очень долгие загрузки, да. Если бы даже не Абдулокомп. Почти такие же, как и на Xbox'е. Ну, как и тут. Какой интеллект у врагов? Он интеллект такой же, как в Metal Gear, да. То есть он не слишком умный и интересный. Потому что если бы враги они реагировали, как настоящие люди, это невозможно было нормальный, правильный стелс тут вообще играть. Они бы тут же окапывались бы. То есть интеллект такой, чтобы приятно было убивать врагов. Так. То есть они, например, тупят, да, очень специально. Там видят трупы, там ходят вокруг по часу. Блядь! Сука! Отвлекся опять. Насчет бомжей, да. Только бомж больной может сказать, что это была плохая графика. Тоже графика отличная. Причем она не тормозит, специально не тормозит ничего на приставке. И тем более на компьютере. Очень быстро работает. Все Direct-11 эффекты, фичи используют. Но не все, да, шейдеры, может, не используют. А тессоляция и сглаживание, тут охрененное все. Тессоляция, правда, она не везде, да, только на главных персонажах. Ну, даже без тессоляции, вам скажу, на Xbox тоже практически невозможно вершины полигонов разглядеть. Так. Бо-по-по-по-по-по-по-по. Дизайн охрененный в игре. Как я говорил, я еще... Круче вообще нет ни дизайна, как тут, я бы сказал. Тут это просто предмет искусства, да. Сам дизайн, тут не просто, да, крутой дизайн. Тут новый вид дизайна разработали, да. Чего такого никогда не было. Кибер-ренессанс. Никому в голову это прийти не могло. Они и когда игру начинали делать, об этом не думали. Там вообще в 2007 году, когда делали, Блин, такая хуйня была. У него вообще руки были эти... Под цвет кожи покрашенные. Никого ресанса там и не было. Я сейчас с управлением просто не разобрался, потому что я на геймпаде прошел. Так. Бибер-рен, блин, как круто, быстро все работает. Блин, 60 кадров в секунду, оказывается, на лайк показывает. Я до недавнего времени не знал, думал, там 30, да, ограничения видео. Оказывается, 60. Я же в пи-фигеть. Так. Бибер-рен. Просто это интерактивная заставка, да. Вот сравните вот эту, да, сцену с тем говном, что мы увидели. Mass Effect 2 там тоже. Он просыпается в больнице и там всех пиздит, да? Убивает. А тут прям офигенно все. Тут, то есть, как бы, не нужно делать ролики на движке. То есть, если бы этот ебаный Metal Gear был, тут бы тебе, блядь, показывали там блокбастер 90-х, там по 2 часа вот каждый ролик, как кого убивают. А тут прям идешь и все, вживаешься в эту обстановку, и поэтому тут роликов нет практически. Что может... Невидимым можно быть, но это не как Крайзис, я уже сто раз об этом говорил, где это прям в геймплей вшито прям. Все враги, признающие того, чтобы их убивать стелс, там. Тут как бы как бонус просто. Просто как бонус, как фича такая, на секунду тебя невидимым делают, и все. Потому что просто так не видеть, тут нельзя ходить как Крайзис, потому что он очень быстро заканчивается. И потому что, если бы была невидимая, то это бы разрушило тот геймплей, который они устроили. Да, можно. Нет, ну там вроде как концовка разная. А так, как бы она сюжет-то линейен сам. Ну там есть квесты, небольшие там, альтернативы их выполнения. Смысл крутизна этой игры, что игрок сам выбирает, как играть в игру. А не то, как она идет там прямиком. Вот сюжет, он прямолинейен, да. А вот, ну не совсем, да. Допустим, если ты квест там выполнил там, и так, то вот потом, вот как у меня было, я вернулся в этот город, а меня пришел и убил этот чувак, которому что-то не понравилось. Смотрите, вот сколько деталей, да. Каждый листок бумаги сделан отдельно. В какой игре такой есть? Кридоризация охрененная. ЭПО, ПРОФ тоже. А гипо, врагов очень много. Они выглядят, не какие-то просто дебилы, маска как сука каком-то металгере, да. Они прям совершенно не напрягают, они не выглядят клонами, да, как Фир или где. Правильно, конечно, что они принадлежат какой-то группировке. Конечно, лица у них там, у некоторых масками закрыты, у некоторых не закрыты. В общем, если там бандиты, у них там масками рожей закрыты, как было бы на каком-нибудь эльфопротоколе. То есть, все очень круто. Вот, и вот подходим к концу, где ему обрубают конечности. Ноги, руки, вот. Вот этот крутой, это такой вот аргументированный чувак. У него он весь полностью аргументирован, на 20%, когда он с ним битва начинается, последний, он охуенный. Тут не видно, потому что он в одежде. Да, и, конечно, игра разнообразна, насколько только это возможно. Можно пройти игру и не убить ни одного врага. Это впервые появилась эта фишка в Metal Gear Solid 2. Тут ее еще больше, круче сделали. Не убить ни одного врага, естественно, если ты пройдешь, то наверняка получишь ачьиммент. Да, конечно, обдув, братья. Вот. Блин, офигеть, химикаты. Ну, тут видно прям сразу, да, что их захватывают. Можно догадаться, и они что, живы? Ну, игра тебе, это специально тебе подсказывает, а что не надо, она тебе не подсказывает. Ты даже не можешь догадаться, кто плохой, потому что персонажей нету этих в кадре. Вот. И тут вот такое. Ну, вот это красиво, например, да. А так вообще говно полное. Хуже, чем в игре на движке. Красивый был трейлер. Это полное говно, конечно. Хотя вот это еще и хорошее, да. Она круче, чем в Mass Effect, то тоже, я считаю, фигня. Его воскрешают, да. Тут это тоже сделано так же. В Mass Effect тоже круто. В заставке, конечно, ничего тут особенного, отвратительное, даже скажу. Но вот это вот хорошее, вот именно где его аргументируют. Конечно, ну, трейлер, зато это пиздец какой там, вот этот вышел в 2008 году, или в 2009, какой-то в 2009. Просто охраненно. Его отдельно делали, специально эти епошки. Ага. Вот. Офигеть, Аншабдуль. Вот. И прям все это реально. Все эти импланты, они реально не могут быть сделаны. Ничего просто не выдуманного нет. Все проработано, как она работает. На технологическом уровне. Все с экспертом консультировались, читали книжки. И поэтому это чудовищно, реалистично выглядит, страшно. Вот. Вообще все эти, просто обдуленно. На нанотехнологии тут нет в этой игре. Конечно, достойно. Это лучшая игра года, однозначно, и вообще десятилетия, возможно. Ошиблый, братья. Опа, биборан. Офигеть, смотрите. Все механизированное, да? Если бы в будущей части уже нанотехнологии, там, так, все маленькие импланты. А тут все-все доисторическое, да? И сравнимо с этой эпохой ренессанса, где тоже мы в непрорыву какому-то пришли, и на негонение были. Были и тут тоже. Чего не понял вопроса. Ну, это как бы она поделалась, именно по Deus Ex первому, а не второму, что в ней больше тех элементов из Deus Ex, чем во втором. Специально это делали. Это они советовали со всеми игроками, фанатами серии, да? Они на форумах специальных, по консультирующим акспекту игры, акспекту игру, они консультировались с игроками. Они просто охуячили, да? Это просто. Там 200 человек работало, первые два года, и один год, и там один-два человека над этой игрой работали, потом мне команду набрали 200 человек, и там в прощающие сроки эту игру сделали, там, там за пару лет. Да. Какой-то что-то логотип какой охрененный. Это просто вообще. Вот дошел до последнего уровня, до сих пор не могу понять, что там все-таки и произошло, и кому что надо. Офигеть, тут просто какой-то дизайн охраненный, тут концепт-дизайн именно, и вообще все. Тут Unreal-движок самый крутой. Даже не выглядит, да, что это Unreal-движок. Вообще не похоже. Офигенно вот сделано. Потому что дело именно в дизайне, а не в графических технологиях. Вообще просто. И долгие загрузки опять. Блин, когда они сделают там уже в какой-нибудь в онлайве, в оперативной памяти сервер, да, с терабайтами оперативки, чтобы все оттуда сразу брали. Это же круто было. Вот. И все после реабилитации возвращается. Вот. Вот в эту контору. А техника, техника, это роботы, турели, которыми можно управлять и убивать врагов, если у тебя навыкхакерская. Прокачаны также роботы-танки, да, потому что танки взяты из мультфильма Ghost in Shell, да. Тут все взято из Ghost in Shell, и Metal Gear фактически нельзя сказать, что тут есть из какой-нибудь другой игры там или фильмы, кроме как Deus Exe, Deus Exe, Ghost in Shell, и Metal Gear, просто даже нельзя просто сказать, что тут еще есть из другого. Потому что, может, а сами из Assassin's Creed, да разве что Штиль. Вот. Потому что это, и вот, и есть танки, вот эти танки из Ghost in Shell, только они еще современные тем, что они трансформируются как Mass Effect для лучшего хранения, и очень круто выглядит, что это трансформирование, оно реалистичное, реально, правда, они не просто как в ебаном трансформерах, они просто, сука, из какого-то хуя, блядь, болезнь.